Технологии и азарт. Дронрейсинг – достаточно молодой вид спорта, но с каждым годом его популярность набирает обороты. Наши спортсмены занимают лидирующие позиции на международных спортивных соревнованиях. В Самаре прошла пресс-конференция, посвященная перспективам развития этого направления. Представители Федерации гонок дронов рассказали о том, как сейчас развивается этот вид спорта, о предстоящих соревнованиях и обеспечении инфраструктуры для тренировок. Наш регион имеет все возможности, и желательно, чтобы наш регион занял какую-то доминирующую позицию именно в этом направлении. Сегодня в Самаре в рамках нацпроекта «Образование» специальным оборудованием активно оснащают технические кружки. А уже в сентябре текущего года в 17-ти общеобразовательных школах региона откроются специализированные классы и кружки технического творчества, которые позволят развивать этот вид спорта. Все в наших руках. Необходимо создавать условия для того, чтобы ребята вовлекались, проводили соревнования на региональном уровне. А мы со своей стороны на всероссийском уровне тоже будем максимально стараемся все сделать для того, чтобы узнали об этом виде спорта, узнали о том, что это не только спорт, это профессия. Возможность летать как птица, она как бы не дана на физически. Но мы сейчас живем в такое время, где технически это стало возможно. Дальше нам надо выявить, а кто же летает лучше, кто же летает быстрее и так далее, кто маневреннее. В эти выходные в Тольятти пройдет третий этап Всероссийского фестиваля гонок дронов. В соревнованиях будут участвовать более 60 спортсменов со всей страны. Полина Чулякова, Константин Головин. События. Константин Головин.